Приветствую, ребята! Сегодня я вам буду рассказывать о обновлении Пицца Тауэр, которое вышло 24 октября. И Америку я поздравляю с Хэллоуином, а нас, да, с обновлением Пицца Тауэр, посвящённое Хэллоуину. Где нам добавили? Где нам добавили два секретных уровня. А именно, просто секретный уровень и испытание, посвящённое Хэллоуину. А именно тот самый Pumpkin Hunt. Но есть им предметы в виде карт, смайликов, значков и фонов. Сейчас я не буду медлить, мы начинаем. Поскольку это обновление, посвящённое Дню Всех Святых. И да, к средам. На фоне, и не только на фоне, будут отличия от старой версии. Да, добавили загрузку, но не то, что мы ожидаем. Да, вместо загрузки там будет просто лежащий Попино. В именю будет вот такая вот посредственность. Например, в виде призрака Попино и тыквы. Также в башне. В башне имеются у нас картонные... картонные выпрыгающие... картонные джемп-скеды. Персонаж в костюмах. Например, Густаво. В виде доктора Франкенштейна. И кирпич в форме того самого создания Франкенштейна. Паппермен, наподобие доктора Уайта. Не знаю, почему он мне его так напоминает. Линчеватель в костюме коровы. Ноезы в костюме дьяволёнка. Это меню. Я свои грязи не помню. Наверное, он был в костюме дьяволёнка. И фейк Попино. Который притворился нами снова. На этот раз... На этот раз... В таком облике, как... Как из уровня... Как из уровня потрачено. Когда мы превращаемся в призрака. Погодите. Продолжим. Да, как я уже говорил. Все персонажи будут приодеты в костюмы. Которые, кстати, да, они были и в титрах. Но, кроме нашего пиццерожего. Правда, теперь это пиццахет. Пиццахет будет приодет... Ну, на его лице будет маска в виде его костюма. В виде его... В виде его машины, в котором находится белый дом. Белый трон. Сраль. Ну, и так же будет пугать... У нас будет пугать его картон... Его картонный джемпскер. Так же, в входе на первый этаж будет стоять дверь. В котором будет написано двадцать. И замок состоит с тыквой. Вот про этот Pumpkin Hunt я и говорил. Вам надо собрать все двадцать тыкв. На всех уровнях. Но фишка в том, что всего в игре тридцать тыкв. А почему? Я сейчас и раз... Скоро увидите. А пока... А пока вы сейчас увидите фрагмент. Моего хорошего друга. Ссылка на которого в описании. Где... Где и на каком фрагменте уровня можно собрать все тыквы. А вы пока смотрите. И не проморгайте моменты. И сейчас я вам расскажу, как я... Первая тыква находится на уровне Джон Гаттера перед подъемом на третий этаж. Заметить ее совершенно несложно. После того, как вы подберете тыкву, можете смело выходить с уровня через меню. У него здесь тыква сохранится. Вторая располагается на уровне Пиццаскейп. В комнате с высокими стенами слева наверху. Эншин Чиз. В комнате, которая идет сразу после Джона, не спешите спасать ананасик. Вместо этого пойдите направо вверх и возьмите тыкву. Блатсоус Данжен. В самом низу, сразу за клеткой. Орегано Дезер. После того, как три коровы вас толкнут, и сразу, как только вы оправитесь, бегите налево и вверх. Там вы найдете еще одну тыкву. И да, за сбор... Так, ребят, продолжим. Так, ребят, продолжим. Этого больше не повторится. ...вверх. Там вы найдете еще одну тыкву. И да, за сбор каждых пяти тыквочек вы будете получать комплект одежды. Грейвер. В комнате, где вам третий раз дадут превращение в призрака, вот в этом месте спуститесь налево и вниз. В уголке будет лежать тыква. Фан-фарм. Во время побега вам надо дать одному из этих четырех пизанта себя поджечь. Встаньте аккуратно между вторым и третьим, и вы допрыгнете прямиком до тыквы. Фастфуд-салун. Находится в комнате с вентиляторами под автоматом с грибом. Красков. После первой комнаты с капитаном гоблинов вас начнет швырять по волнам. После того, как вы приземлитесь и очухаетесь, сделайте супер прыжок наверх и налево. Тут и будет лежать тыква. Нам-форест. В комнате, которая следует сразу после той, где находится домик дамы с пирогом. На третьем этаже, под уступом. Дип-диш-найн. На зеленой планете, в первой же комнате, прямо рядом со стелью. Гольф. На под уровне сотокурс, вот на этом выступе, рядом с летающей вкусняшкой. Пик-сити. Сразу после тюрьмы, рядом с двумя креветками. Пэппи-бод-фактори. После того, как вас превратят в коробку из-под пиццы, идите влево до упора. Тыква будет в уголке. А, шесть. Прямо над второй крысой, что встретится вам после начала часа пиццы. Рефрижерейтор, рефрижерейтор, фризерейтор. Доходите до первого же обогревателя, включайте его и забирайте тыкву вот здесь. Пицца-скейер. Во второй комнате в самом начале, под трамплином. Don't make a sound. В комнате, где второй раз встречается сосисочный монстр. Прямо у него на пути. Вор. Запрыгните на место, где стоит второй военный терминал. Чуть дальше будет тыква. The Crumbling Tower of Pizza. В комнате после четвертого этажа. Справа от рельс. После сбора последней. Так, ребята, теперь, когда вы собрали последнюю двадцатую тыкву, у вас откроется та дверь, о которой я упоминал. Из-за ней будет скрываться новая комната с уровнем, а именно Tricky Treat. С новыми двумя ачивками. И с последними десятью тыквами. С новыми костюмами. Да, в этой комнате, да, в комнате Tricky Treat всего один уровень. И, честно признаю, он прекрасен. Хоть он меня немного и выпитил. В этом уровне вам надо, не начиная от пицца Тайма, убегать от светильника тыквоголового джека, который является местным аналогом пицца Фейса. И ваша задача, собрать все тыквы, и не только собрать все тыквы, а еще сбежать от светильника тыквоголового джека через трубу последней комнаты. Сайда, туда, куда вам надо идти, обозначены зелеными стрелками. А те, которые не обязательны, но пригодятся для тех самых двух ачивок, обозначаются синими. В конце каждой секции, куда бы вы ни пошли, находится тыква, которая вам и нужна. И, кстати, да, если вас этот пицца Тайма поймает, то все. Начинайте все сначала. Как-никак, без пощады. Ведь у нас аналог пицца Фейса. И все же, да, при сборе всех тыкв вы получите достижение Памкин Манчкин. А после сбора 10 тыкв за один забег в Трикки Трид вы получите ачивку Трикси. И, кстати, да, все эти костюмы, эти 6 костюмов и 2 ачивки не засчитываются в статистике. Ведь они переключены на события. Ведь они временны и доступны только в событии. Так что вам придется быстренько проходить Пицца Тавер, если вы его не прошли, и собирать все тыквы. И проходить Трикки Трид. Пока еще не поздно. Кстати, да, само событие продлится аж до 14 ноября. Так что у вас есть время на то, чтобы собрать все 6 новых костюмов и 2 новых ачивок. Которые, кстати, у меня уже есть. Ну и у моего хорошего товарища мистер Пи. Ну или... Ну или... Паскал... Паскалбот... Паскалпатроника. И да, ребят, я упомянул, что есть карточки, посвященные Пицца Тавер. Так вот, всего таких карточек 9, а именно с Папперменом, Линчевателем, Мистером Стиком, Пеппино Спагетти, Густаво, Нойзом, Пиццерицем и Джоном Колонн. Да, всего, да, 9 карточек, а именно с Линчевателем, Папперменом, Убожчиком Джеромом, Мистером Стиком, Нойзом, Пиццерицем, Густаво, Джоном Колонн и Пеппино Спагетти. Когда вы соберете 9 карточек, все эти 9 карточек, а точнее 45 карточек, то вы получите значок пиццы, который будет развиваться с каждым уровнем. Но если вы соберете все металлические карточки, то вы получите значок с золотым Джоном Гаттером. Также добавили смайлы, которые выглядят вот так. Но по большей части связаны с Пеппино, а именно низкопикселизированный Пеппино, Пеппино Смайлик, Пеппино из интро Гном Фореста, мини кирпич, которого можно заметить в интро не издавая звука. Ну и удивленное лицо Пеппино, которое можно увидеть при каждом заходе к боссу. А также фоны. А также три фона, которые называются. Которые называются. Первое, посвященное Пеппино, а именно итальянец длинное сердце. Второе, посвященное кирпичу, а точнее его игривым приключениям. Ну, они так и называются. Игривые приключения. Игривые приключения кирпича. И последний фон, а именно куча дураков в Пицца Тауэр. И да, я упоминал, что есть еще и второй уровень. Второй секретный уровень. Так вот. То, что вы сейчас увидите, это и есть фон. Кстати, в Трикки Трит есть пасхалка с вырезанным фоном. Не знаете о чем я? Так вот. Когда вы пройдете Трикки Трит за призрака Пеппино, то вас встретит это. Если что, это было вырезано из игры. Это фон, на котором стоит Пеппино и смотрит на вас холодным взглядом. Под темноту с гробой тишиной. И через пару секунд игра у вас вылетит. Без каких-либо знаков об ошибке. И да, тот самый секретный уровень. Когда вы откроете... И да, я не упоминал об этом в обзоре. Но! Когда вы пройдете все секретки в Пицца Тауэр, то вы откроете саунд... Саунд тест. В котором будет... Одна вырезанная песня. Вокальная песня. Единственная. Если, конечно, не считать музыку... Если, конечно, не считать песню в Крастков. Но! Да! Еще до этого обновления присутствовал только саунд тест. Ну, точнее, саундтреки. Но теперь... Но теперь, когда вы попадаете в эту комнату, то первое, что вы увидите, это дверь. К уровню под названием... К уровню под названием... Секреты мира. В котором вам вас встретит... Через лайм. Для набива... Для... Для... Для чего-то комбо. А затем... Внимание! Да, в игре существует... 56 секретов. Так вот. Вы офигеете. В этой комнате это... В этой комнате это что-то по типу Секрет Раша. Это Секрет Раш. То есть, вам надо пройти все 56 секретов за 25 минут. Да. Каждый секретный уровень состоит... Каждая секретка состоит из... Да. Хаотично. Этот уровень состоит из 56 секретов. Которые будут хаотично. Да, собака. Хаотично. Разбросаны. При каждом вашем заходе туда снова. И на каждую... И на каждую секретку вам дается 25 минут. И по окончанию... Ой, 25 секунд. И по окончанию 25 секунд вы проиграете. И кстати, да. Этот таймер был взят из демок. Когда пицца... Когда пицца тайма еще не существовало. Ну а на этом, ребята. Мы и закончим наше... Наше хэллоуинское обновление. Если выйдет какое-то еще обновление. Но может даже и DLC я об этом вам... Я об этом обязательно вас оповещу. Ну а на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать мои новые видосы. Ну а теперь пока. И мы... Скоро встретимся. Дорогие мои... Дорогие мои... Подписчики.